На этот переходный период был нам дан с вами для того, чтобы люди честно и объективно взглянуть на проделанную работу, оценить и подвести итоги. И мы эти итоги с вами подвели. Причем не только по всему региональному отделению, но и по каждому местному отделению, по каждой, даже самой маленькой первичке. Для чего это было нужно? В первую очередь, чтобы учесть этот опыт в избирательной кампании следующего года. Потому что если в сентябре мы боролись за один пост, то через год нам с вами предстоит борьба уже за 473 мандата. Мы должны выдвинуть и достойно представить кандидатов депутата Государственного Совета, Советы городов и районов республики, а также Советы сельских поселений. Это колоссальная работа, которая потребует всех наших сил, энергий и возможностей. Чтобы идти вперед, нужно четко понимать, какой цели мы хотим достичь. Поэтому сегодня я хочу кратко подвести итоги нашей с вами работы и сказать о тех направлениях, которыми нам предстоит. Знаете, зато в своих муниципальных образованиях, и поэтому я не буду называть цифры. Я просто выделю наиболее отличившихся, как в позитивном, так и в негативном смысле. Это результаты оценки не только количества голосов за нашего кандидата, но и в целом явки на выборы. Отличную работу провели Кайгородское, Сосноводское, Примусское, Устримское и Сысовское местные отделения партии. В то же время есть отделения, которые, к сожалению, показали совсем не тот результат, который мы от них ожидали. Я говорю о Вагутинском, Устримском, Ижевском и Печорском местных отделениях. Коллеги, я понимаю, что вам сейчас не очень приятно слышать о ваших отделениях в таком контексте, но выделить данную территорию необходимо, потому что во время избирательной кампании следующего года эти районы будут находиться под нашим пристальным вниманием, в зависимости от нашего особого контроля.